ребятки нихао как говорится пресс там вас вечно жарком китае приезжали три месяца назад было жарко спустя три месяца ровно та же температура 34 градуса сегодня посмотрим с вами то с чем мы еще не знакомы китайские модульные дома да мы смотрели с вами вот такое вот такое и даже вот такое но как все это дело выглядит китае наверняка они со своими крутыми поездами самолетами вокзалами электромобилями кстати кто-то ставил чемодан вот мы уже 3 минут 10 стоим люди ушли а чемодан стоит но вернемся к теме наверняка китайцы умеют делать и модульные дома но мы как-то эту тему ни разу нигде еще не видели никакие не освещали и никак не знакомы наша задача сегодня доехать до хешан industrial парк чтобы это не значило это местечко где находится целая деревенька как нам сказали микродомов модульных домов домов которые делаются из контейнеров но чтобы туда доехать нужно добраться до соседнего города а из соседнего города еще 20 минут на такси что тоже честно говоря задача потому что установить китайское таксичное приложение это огромная проблема включаем камеру ж.д. вокзал гуанчжоу страшно ведется честно говоря потому что там просто десятки тысяч людей внутри идем это вокзал гуанчжоу представьте себе ж.д. вокзал екатеринбурга или иркутска допустим это вот тоже самое только по-китайски у нас билет еще не куплен между прочим нет сервиса онлайн покупки билета удобного нашей радости есть гораздо более удобные сервисы чтобы добраться до китая в принципе это сервис avia sales офигенно удобная покупка билетов сравнение цены разные варианты и можно оплатить российской карты однозначно рекомендуем так мы кстати смотрим билеты это все вокзал гуанчжоу видишь надпись билеты вижу надпись макдональдс билеты где мы уже 15 почти минут идем от досмотра вот от того с другой стороны вокзала до касс это все здание одного вокзала билеты в пикет отдельные здание здание отдельные где продаются билеты и и моё 3 чё какая очередь вот есть автоматы по продаже билетов но английского кита ну чё давай какую очередь не стоять в 2 станем как как обычно я не уверен что вообще вот это это да правильная очередь достаем она говорит а чего сюда встали вам сюда нельзя очень громко очень жарко очень долго кассы все разные надписи разные сверху туле мы стоим кассу уже 30 минут неизвестно кирилл стоит в одну очередь а другую не только спросить ну начинает конечно что да три пешки ура hello to ticket yes офигенно в google translate река штукой споворачиваешь ну давно уже есть но вы как-то про нее забываем со временем майнкрафт играешь майнкрафт вот вы приехали такой крутой турист первый раз на вокзал китае это расписание английским языком тут и не пахнет ребятки что хотели вам показать знаете бы приходишь на вокзал на какой-нибудь это массажное кресло стоит там две штучки и сколько стоит вот здесь посмотри по им перекусим 20 минут до отравления это очередь в макдак серьезно вот сверху покажи просто панорамку сделай картоха будешь посмотрите на объем работы в китайском макдаке на жидко вокзале ура твоем ребятки быстренько перекусим перекусим и на поезд он там уже чок 15 минут ешь быстрее ох ребятки перекусили на славу и сколько у нас обычно путей да на вокзалах там третий путь пятый путь у нас двадцать третий путь и более того их тут 27 27 путей а очередь в туалет куда 1 вагон место 0 1 0 1 до а ребятки видим 28 минут в пути пройдется немножко ребятки просили обзоры про поезда многие просили обзор про модульные дома если многие забыли об этом покажем что интересно ребятки начнем с того что этот поезд вот далеко не самый дорогой это бизнес-класс не первый класс него те люксовые поезда которые есть китай их очень много в этом вагоне два класса и причем есть еще напомним электричка которая без места но мы смотрели она как нам показалось от эконома в этом поезде где все с местами особо ничем не отличается как поворачиваются здесь кресло как японском пусть point и можно ехать посмотрим эконом дашка ножка уже пахнет вот она вода уже холодно как нифига себе тут шарашить а ты пострадал с собой ты чё так тут уже пролил помыл уронил вот чувак наши наши самые удобные места смотри какие виды классные открываются здесь шутки шутки на самом деле но отклоняется прилично столик есть кармашек есть тканевые удобное сидение но таких принципе там часа два-три легко и эти белиты стоят во сколько нам вошлись ценник появится вот здесь народу много дальше идет тот же эконом удобно ручка держалки есть потому что скорость под 300 км а ч туалет как клёво выглядит даже рельсы китайские все чисто аккуратно все такое светлое дождь пошел ё-моё и провозик такси налево окей 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 я наш тут подписался на что помню ка-ка а юку су окей и и пихать и фидаш шарю пбочки детям ok yes 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 nice ok ok а добро пожаловать в баню жара сейчас ребешки еще коротенькая рекламная пауза и заходим на территорию вон там уже контейнеры дома 55 секунд продолжаем мы к разберемся что к чему ребешки ставлю сотню что они обсуждают распродажу ажиотажа а знаете почему потому что обещают скидки до 80 нет восхитисимо скидки до 80 процентов а также миллион товаров ладно кроме шуток хотя это и правда название новой распродажи на marketplace сезон записываем даты с 15 по 28 августа скидки обещают на многие категории одежду обувь электронику и конечно на школьные товары до 1 сентября рукой подать распродаженный озон как мы знаем что надо в тот раз мы затарили целую сумку вот полезного добра с огромными скидками ведь озон это миллионы товаров по выгодным ценам а также удобная доставка в том числе курьером прямо до двери кстати при заказе одежды и обуви в пункты выдачи заказ можно оплатить после примерки распродажу ажиотажу с 15 по 28 августа все подробности по ссылке в описании однозначно рекомендую продолжаем эй дорис very nice to meet you thank you nice to see wow so this is your park right сейчас ребяшки так спасибо что посмотрели специально ссылка внизу сейчас 5 секунд багаж положим уэвэкин пуля лагич итак ребяшки где мы находимся сначала два небольших дисклеймера прям самых серьезных дисклеймер во первых спасибо что досмотрели почти до середины этого видео хотя тема этого видео обзор модульных капсульных контейнерных домов но на самом деле пол видео мы посвятили как сюда добирались потому что мы находимся сейчас очень далеко но даже здесь вот каких-то китайских деревнях находится целые индустриальные парки и в том числе вот такие вот интересные компании которые делают интересные вещи мы так сказать не канал про архитектуры как вы знаете но иногда про разные интересные строения и конструкции мы рассказываем это памятник конструктивизма причем недавно и очень даже грамотно отреставрированы это первое второе сегодня суббота на объекте почти никого нет мы здесь как бы предоставлены сами себе и у нас всего два часа но зато мы оказались в открытом шоуруме компании которые во первых всего три года а во вторых они нам открыли все дома искали ходите смотрите что хотите то есть в одном месте мы можем посмотреть сколько одна маленькая китайская компания делает всего и научилась делать за три года во первых вот это вот это как они называют здесь их пятизвездочное здание пятизвездочной конструкции то есть из контейнеров то есть в основе контейнер на конструкции видите дал 40-футовые контейнеры но где-то больше где-то меньше они могут построить вот такое вот здоровенное здание зайдем внутрь быстро посмотрим это их центральный офис в этой компании china green контейнер минимальная стоимость модульного дома сделанного из контейнера кто более-менее худо-беда уже готова так сказать проживание 1300 долларов это сейчас курс большой дам там на рубли там титры переводим а представьте раньше был 55 рублей сравните вот 1300 имейте ввиду и они шипят то есть доставляют много куда мы находимся внутри контейнерной конструкции вот это все конечно контейнером не имеет отношения это все металлоконструкции которые строятся как бы отдельно в основе всего но сверху накидываются контейнеры вот это 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 и наверху там еще стоит все стоят контейнеры дори сказала что за счет этого конструкция сильно удешевляется а за счет того что это китайская конструкция она удешевляется еще более сильно давайте прогуляемся по территории о чем и зачем вообще это видео так сказать мы не канал про архитектуру мы не специалисты в этом во всем с эксперта с нами тоже сегодня нет мы просто прогуляемся и покажем вам что делает китайская компания одна из многих китайских компании возможно вам это будет полезно домик на дачу или бизнес устроить или с ними так сказать поговорить и какой там франшизу замутить много разных вариантов это у нас кафе но по-моему это уже не контейнер но однако уши вот для установки на платформу здесь есть то есть можно поднять краном и можно все это дело повести вес 3 тонны 2020 года один из самых первых их проектов потому что компания 2020 году была основана вот пожалуйста полностью конечно срезанные все стены и боковые и вот эти вот вот такие принципе штуки уже и стоят и много где по россии в снг такое видали дальше идем это вообще какой-то дом на колесах неожиданно у них появился ухты таких конструкций мы еще не видел здоровенное панорамное стекло двухъярусная кровать большая кровать здесь а кухни кстати здесь нет это такой прицепчик без суши ванна комната и большая такой прицепчик чисто для отдыха и самое интересное у нас вот то что было в тик токах то что было в инстаграм эти много сейчас это еще даем ну здесь тоже самое тоже диван а здесь нет скоса марита самая большая беспроводная зарядка которую мы когда-либо видели обычно кладешь и ищешь место идеальное а тут прям любую место клади и заряжай дать посмотрим вот такой вариант это скорее отельный номер конечно самое интересное из чего это сделано какие материалы применены надолго ли этого хватит есть какие-то особенности конструкции вот к сожалению нам об этом не могут рассказать но здесь еще стеклянная крыша вот хозяйки на заметку смотрите это гофра сдвигается и там стеклянная крыша и ванная комната еще с умным унитазом дальше идем кондей вот смотрите тоже интересно спрятан эта часть дома он не висит снаружи помните японский отель там кондей висели снаружи там как раз были обычные контейнеры 20-футовые здесь кондей строим вот сюда максимум внимания уделено какой-то эстетики и сделан какой-то дизайн тут балкон даже есть круто давайте зайдем и вот такая ванная комната двухэтажный посмотрим эти ребята строят еще и совсем простые вещи вроде таких вот бытовок ну собственно о чем мы говорили 1390 долларов двухэтажная конструкция это же вилла целая это просто офис can we walk second floor ага в этой компании есть свое большое производство но так получилось что находится в другом городе то есть шоурум не здесь по какой-то причине а производство находится в другом месте и здесь еще дополнительно вот такое пространство интересно поспрашивать и пообщаться со специалистами сколько они этажей могут настроить вверх 3-4 этажа вот таких модульных конструкций сколько выдержит первый этаж но вот инженера к сожалению нет сегодня на месте вот тут уже никаких умных замков вот это стоит явно недорого нифига себе три сколько места он такой поставить на берегу сочи издавать по 7-10 тысяч рублей почему бы нет две комнаты на семью и вот это сдвигается а это сдвигается отсюда снаружи выглядит меньше намного чем внутри это уезжает сюда это сюда видимо секс метров видимо расчет на то что вы это привозите куда-то чтобы минимизировать затрат на доставку ставить уже раздвигаете кладете пол и после этого все это эффект конструкция работает как какой-то домик для отдыха отельный вариант диньо the price of this unit есть dollars 6000 долларов как дачный домик но это шеста ты сейчас недавно это 300 стоило как мы помним вот тут уже мы много рассказывать не будем чтобы не выглядеть странно и глупо потому что из чего вот это сделано значит и похоже на контейнерную основу только все стенки как будто вырезали и поставили вот эти панели фига тебе другая квартира ванная комната и две комнаты вот тоже ориентиры наверное до 10000 долларов модульные дома а тут смотри получается целая терраса здесь можно крышу сделать и это такой большой уже дачный вариант легковозводимый быстро привозимый и он уже полностью соединен раз комната здоровенная гостиная еще одна комната и вот там еще но вот специалисты сейчас покажем детали некоторые может на что-нибудь напишут потом утепление есть вот еще фиши щель есть я там улице вижу но тоже не хочется как бы тут критиковать и ругаться потому что мы это ничего не понимаем может быть она будет как-то соединяться более плотно а и вот здесь еще и вот чувак нету больше места намного вот ванная комната вместо под кухню еще есть вот пишите желтых комментариях хотели бы вы иметь такой дачный домик и сколько это может все стоить быстро глянем вот это вот интересно система открытия сдвигается вот так тоже хозяйки на заметку несколько у них размеров типа размеров маленький вариантик это побольше это не пленка знаете бывает недорогих кафе такая пленка вот висит болтается а этот пластик изогнутый чем вырезанный под каждую секцию это все металлическое стыки сделаны тоже чтобы вода не капала самое интересное что у них есть то что мы видели в интернете это зачем приехали это что стоит 42 тысяч долларов их самый дорогой дом и так ревешки проекта ради которого мы сюда приехали просто посмотреть как это выглядит в живую и стоит ли она вообще внимания и может быть вам будет полезно это вот это вот капсула конструкция вся привозится в уже готовом виде ставится и перевозится при необходимости на обычном грузовике называется c70 сделано в 2021 году весит 9 тонн размеры 11 половиной метров вот прям впритык уже на на фуру станет ширина три с половиной метра 33 вернее высота здесь три метра кондиционеры тоже спрятаны в панели убраны вот сюда это их флагманский продукт флагманский вариант но внешность можно кастомизировать китайцы вообще как видите да за три года они научились и делают все вот это вот у них среди большое производство они вот и в том числе отели вот такие сейчас такого вида готовится строить поэтому я думаю что они вам кастомизировать плане цвета где-то изгибов могут очень все быстро и в разные формы сделать конечно вот эти все вещи это все служебное технологическое здесь можно сделать зелень сделать забор опустить капсулы ниже здесь нас стоит на бетонных вот таких платформах снизу собственно просто у нас плоская поверхность и трубы это подвода это слива воды септик или центральной канализации тоже зависит от конкретных условий которые у вас есть на участке есть у этой капсулы тоже балкон многим балкон покажется какой-то глупостью а может быть и нет если капсула стоит вместе вроде вот такого с балконом или без я думаю это тоже доступны разные варианты потому что тот вот вариантик самый первый который у нас был это без балкона и балконы думаю денег добавляет потому что важно обратить внимание что стекла все изогнуты а изогнутое стекло как мы знаем денег стоит прилично я все понимаю вот эти все дизайны космические они это так и задумывали но вот выбор постельного белья ну давайте зайдем посмотрим дорис need help there is a lock so forty two thousand dollars all right do you sell it now can for example can we buy it from you right now from the factory and if you buy 10 or 100 do you can make a discount oh wow and can you send it far away from moscow for example yes really ребятки имейте ввиду будете строить отель вот вам в принципе хороший вариантик ссылка на сайт есть внизу ok let's go вот это все зашторивается полностью делается блокаут часто мы знаем в модульных домах есть какие-то или странные жалюзи лекистурки бестолковые здесь обычная нормальная штора можно делать на электрике можно ручками а здесь кстати на электрике вон там панель это все дело с кнопочки досюда закрывается здесь окно большое окно очень свежо и более того продувается потому что отсюда туда там тоже окно и можно сделать сквозняк сразу быстро проветрить кондиционирование сделано интересно не просто блок висит обычный а уже встроена в потолок видимо в том числе поэтому денег стоит приличных розетки снизу вот там снизу вот здесь блок управления светом и электричеством много здесь фонарей стоит знаете ли не вот картин занавески смотрим сюда карточка то есть это уже отельный вариант заходите карточку вставляете электричество все начинает работать эта панель видимо кондиционера выключена лампа балконная даже есть душевая кабинка большая для модульного дома сделан довольно грамотно вы зашли руки помыли тут разделись прихожей и пошли ваш отельный номер тоже панель конди дует еще сюда динамики уже сделаны то есть полностью под отель все продумано свет и тоже крыша здесь сдвигается жалко не видно ее но вот она части видно вот стеклянная крыша 2 спальня также можно сделать как гостиную поставить обычный диван повесить телевизор но здесь сделали формат двух спален по моему очень удачно плане компоновки как отельный номер где-то на природе где-то за городом любопытный вариант и выходим на балкон и даже здесь кстати сделан слив воды причем четыре штуки любопытно давно мы хотели сюда приехать посмотреть конечно обзор немножко вышел такой поверхностный потому что мы стрим ся нет сегодня никого на объекте даже если были люди тут не говорят на английском но согласились коле если хотите сами походить посмотреть приезжайте посмотрите вот такой проект си 70 видели мы многие разные модульные дома и многие в принципе похожи по конструкции но вот это в плане дизайна в плане продуманности скажем так технологии внутри освещение кондиционирование шторы многие моменты на самом деле они вот как раз формируют качественный отдых на природе особенно в таком вот небольшом модульном доме и здесь как нам показалось мы конечно не ночевали хотелось бы но пока нет возможности вот эти моменты короче говоря в этом модульном доме продуманы стоит прилично 42 тысячи долларов это их самая топовая конфигурация самый крутой проект который у них есть но опять же 42 тысячи по текущему курсу до дороговато а если вот как раньше в районе трех миллионов блин почему бы и нет дом построить стоит тоже приличных денег знаете а тут уже полностью готовый вариант приезжайте ставите на участок заранее еще раз извиняемся перед тем как вы напишите комментарии мы надеемся за немножко поверхностный обзор потому что сегодня выходной инженеров нет на месте поэтому нам просто разрешили погулять и посмотреть какие модульные дома контейнерные дома простые вот такие вот небольшие киточки а также интересные космического вида проекты делает небольшая китайская компания которая всего три года надеемся вам этот материал будет полезен ждем комментарии ссылочка на компании внизу это не реклама мы ничего не знаем о качестве этих домов насколько они надежны сколько не простоят просто что называется хозяйки на заметку хотели вам показать какие штуки мире бывает китайские модульные дома тема кстати вообще интересно надо будет углубиться в нее тут еще выставки специализированные есть посмотрим что к чему ждем ваш комментарий увидимся пока